Всем привет! Всем привет! Присоединяйтесь! Сейчас попытаюсь написать. Так, как бы это написать? Что у нас прямой эфир, который будет называться... Привет! Хочу закрепить... Прямой эфир сегодня будет называться эмоциональный лифтинг. Не знаю, как закрепить название. Выключить, не выключить. Эмоциональный лифтинг. Такое необычное название. Не знаю, где просто это написать. Так, решила спонтанно выйти сегодня. Не так давно встретилась с этой фразой, с этим понятием эмоциональный лифтинг. И мне она понравилась. Я решила выйти сегодня в эфир с этой темой. Поэтому мне от вас важно понимать, про какие эмоции вы сейчас живете. И я буду давать какие-то комментарии, буду объяснять, да, про что эти эмоции, с чем они могут быть связаны. Возможно, с психосоматикой, возможно, что-то еще. Поэтому тема сегодняшнего эфира эмоциональный лифтинг. Если можете, то напишите, пожалуйста, про какие эмоции вы живете в это время, да, что чувствуете, что происходит с вами. Как же это написать? Вопросы зрителей. Как написать, выключить запросы на участие в прямом эфире? Как начать? Хотите это записать, я не знаю. Люкусь, скажите, пожалуйста, про какие эмоции живете в это время? Как вам вообще на карантине? Напишите что-нибудь. Потому что эмоции – это одна из важных составляющих. Добрый день, Юлечка. Эмоции – это одна из важных составляющих нашей жизни, да. Поскольку мы женщины вообще застой в делах. Застой в делах – это не эмоция, застой в делах – это утверждение либо констатация. Юль, тема сегодняшнего эфира – эмоциональный лифтинг, да. То есть мы подтягиваем эмоции, про которые живем, и будем с ними разбираться. Хочу вас тоже пригласить сегодня вечером на прямой эфир. У меня в ленте, не в ленте, а в истории есть об этом сообщение. У моей коллеги мы будем, я сегодня в гостях, и мы будем говорить про психосоматику. А мне так выдалось немножко времени. Добрый день. И я решила с вами немножко поболтать. Тема сегодняшнего короткого эфира – эмоциональный лифтинг. Вечером будет тема, ну вот, кризис, депрессия, психосоматика, все, что с этим связано. Поэтому от вас хотелось бы получить, про какие эмоции живете в этот достаточно удивительный, непростой, нестандартный, но точно интересный период жизни. Потому что вот лично я на, наверное, пятом-седьмом, шестом-седьмом дне как-то вот стала приходить в более такой понятный для меня ритм жизни. Мы же как раньше жили? Дела, планы, цели, задачи, куда ты бежишь, что-то делаешь, планируешь. А сейчас удалось себя угомонить, и про это у меня есть эмоция, радость. То есть я понимаю, что я могу в пространстве больше возможностей стала руководить процессами. Не выполнять какие-то задачи и цели, которые встроены в чьи-то планы, в чьи-то программы. А именно выстраивать то, как я это чувствую, как я могу, исходя из тех реалий, которые я нахожу. Да, это правда. Вот это то, про что я говорю, как бы, да, вот этот криз прошел острый, да, и вот все как-то укладывается в понятные рамки, Юля. Эмоции разные от страха до спокойствия, да, и страх, страх про то, что, ну вот непонятно, как дальше все будет. У кого бизнес, то про бизнес непонятно. Это реально, ну такой стресс-стресс, да. У кого про работу есть сложные моменты, тоже про это могут быть всякие разные страхи. Но, девчонки, вы знаете, что все зависит всегда от нас, и если нам даются какие-то испытания, то это только ступень роста. То есть разные люди по-разному воспринимают разные жизненные ситуации, и одни впадают в депрессию, теряют силы, теряют веру в себя прежде всего. И здесь очень важно, как семья относится, поддерживает ли семья, готова ли семья быть ресурсом в этот момент. Это очень важно. Вы, наверное, слышали и знаете, что в данный период жизни есть очень много разводов, да, то есть многие семьи не выдержали именно проверку таким вот сближением, если хотите, да, в каком-то смысле даже слиянием, потому что люди оказались лицом друг к другу и без приукрас, и без избеганий такими, какими они есть. И не все смогли это вот стойко выдержать, да. Поэтому очень важно понимать, что семья должна быть ресурсом. Если семья не является ресурсом, то такой паре, такой семье нужно точно бежать к терапевту семейному и что-то с этим делать. Разводиться – это самое простое, что можно разбежаться. А уж коль скоро вы вместе прожили какое-то количество времени, возможно, вам просто нужна помощь специалистов, потому что, ну, когда у нас болит, например, зуб, мы не сразу его вырываем, да, если это, конечно, уже недоведенная, да, абсурда ситуация с этим зубом, а мы пытаемся его лечить. То же самое с семейными отношениями, с любыми, в принципе, отношениями, да. Нужно стараться полечить, подкорректировать, дать возможность побыть в новых реалиях, пожить в новых реалиях, а потом уже принимать более какие-то серьёзные решения, если ничего не получилось. Так, я думаю, что это даже хорошо, а то люди могли бы годами жить в иллюзии семьи. Ну да, хорошо то, что люди осознали, что не всё так просто, да, и вышли из иллюзии, и столкнулись с той реальностью, в которой они оказались. И это уже называется точка контакта. Точно мы встретились, мы встретились друг с другом, мы встретились с той реальностью, в которой мы вместе существовали много лет, не жили, а именно существовали. И теперь с этой реальностью можно что-то сделать, да, в зависимости от того, в зависимости от того, что мы хотим, хотим ли мы вместе продолжать, да, чувствуем ли мы ресурс. Тогда мы обращаемся к специалисту, и специалист нам помогает разобраться в наших отношениях. И в зависимости от того, какие отношения мы хотим строить, ну вот каждая пара будет решать это для себя по-своему. Девчонки, кто присоединился, всех рада видеть. Тема сегодняшнего эфира – эмоциональный лифтинг. Мы говорим про эмоции, про те эмоции, про которые мы с вами проживаем в данных конкретных реалиях, поэтому присоединяйтесь и огласите, пожалуйста, про какие эмоции сейчас живёте. Читаю. У нас с мужем, наоборот, отношения укрепились супер и начали реально поддерживать друг друга больше, чем раньше. Отлично, молодцы. Это говорит о том, что ваши отношения здоровые. Семья прежде всего должна быть ресурсом. Причём, ну вот ресурс – это когда тебя поддерживают в разных жизненных ситуациях. Когда в тебя верят и спрашивают, чем я могу тебе помочь. Они топят тебя, а вот ты ничего не можешь, ты не умеешь, у тебя не получилось, ха-ха-ха. А наоборот, являются ресурсом, поддержкой. Говорят, что я тебя поддержу, ты пробуй, ты начинай, если что, говори, я рядом. И тогда силы каждого из нас укрепляются в десятки, в сотни раз. Тогда крылья вырастают, тогда хочется творить, тогда хочется что-то делать. Как раз вот кризисные моменты нашей жизни даются для того, чтобы мы понимали, а про что вообще живёт наша семья, да, есть ли мы вместе какие-то общие цели, какие-то задачи, как мы преодолеваем препятствия. Ведь на самом деле любой кризис, он призван к тому, чтобы был, ну такой прорыв, да, прорыв, как вот ступенечка к росту. Вот психологи знают, да, что любой кризис заканчивается ростом. Либо, если он не заканчивается ростом, тогда, ну, как минимум, остаётся плата, или как максимум некоторые люди идут в регресс, то есть скатываются в такие более ранние формы психического развития, если можно так выразиться, да, чтобы вам было понятно. Вот поэтому семьи, семьи многие сейчас и не выдерживают, потому что зрелость семейная не дотягивает до того количества лет, которые они жили вместе, да. И это не хорошо, не плохо, вот просто такая реальность. Ещё раз повторю, что есть очень много специалистов, которые могут вам помочь сохранить ваши отношения, только нужно самим захотеть, да, поискать способ, с помощью которого мы будем свои отношения укреплять. И когда вы идёте к специалисту, специалист будет вам, конечно же, давать задание. Здесь задача не строить иллюзию, что специалист вместо вас будет всё выполнять. Специалист, он смотрит, специалист, он диагностирует, даёт вам обратную связь. А работать над своими отношениями, конечно же, должны вы. Девчонки, которые добавились, напишите, пожалуйста, про какие эмоции вы проживаете в это нелёгкое время, про что вы живёте со своими мужьями, детьми, родителями, свекровями, тёщами и так далее. Что у вас происходит? Как-то вроде как можно его закрепить, как не знаю. Тема сегодняшнего эфира «Эмоциональный лифтинг». Кто не знает. Обычно, кто меня знает, или кто, некоторые из вас знают, как я работаю, то я беру в свою базу для работы с клиентами некоторый набор эмоций. Это гнев, страх, печаль, радость, удивление, отращение, интерес и три невротических чувства, вина, беда, стыд. И опираясь на эти базовые составляющие, мне уже много становится понятно про клиента, когда я у него спрашиваю, про какие эмоции живёте, какие чувства. Вот задайте себе вопрос сейчас, часто ли вы испытываете такие чувства, например, как вина, обида и стыд? И если ответом на этот вопрос будет, что вы испытываете как минимум один раз в день, или более чем, например, 3-4 раза в неделю, то я вас уверяю, в той или иной степени у вас уже есть такой себе либо фоновый невроз, неврозик, да, либо уже хорошо и давно сформировавшийся невроз. Понятно, что из невротического состояния принять здоровую, правильную, корректную реакцию или поступок совершить бывает очень сложно. Поэтому, если вы испытываете эти чувства, то это тоже повод обратиться к специалисту, потому что они имеют право быть по факту того, что вы совершили какое-то действие, да, ну, например, кому-то что-то сказали случайно и тем самым обидели человека, да, или возложили вину на человека, а сам человек ничего такого не делал. Когда в этой ситуации полезно остановиться, да, разобраться, ну и как минимум извиниться, либо как-то вот проговорить эту саму ситуацию, да. Но если вы сами испытываете это чувство без определенных видимых причин извне, если ничего такого не происходит, а вы испытываете вину, обиду или стыд, то это звоночек про то, что в вашей психике что-то работает не так, где-то были травмы, где-то были какие-то такие ситуации, которые вы притянули в сегодняшний день, и эти ситуации с вами под ручку сегодня ходят, и они, конечно же, ну мешают вашим отношениям с вашими знакомыми, с вашими родными, с вашими детьми, и, конечно же, в отношениях с самим собой. Поэтому этот самый эмоциональный лифтинг – это то, про что вы должны подумать, да, вы должны проанализировать, про какие эмоции вы сейчас живете, что происходит с вашим телом, чем насыщено ваше тело, потому что я вот не так давно, пару дней тому был у меня вебинар для психологов про психосоматики, и я говорила о том, что психосоматика – это то, собственно говоря, эмоциональное, что остается у нас внутри, не пережитое, да, и если мы несем в себе негативный опыт и не осознаем этого, то этот негативный опыт потом формируется в эмоциональные блоки и где-то оседает у нас в теле. А эти эмоциональные блоки, да, они формируют симптом, а симптом потом превращается в заболевание в том или ином месте нашего тела, в той или иной системе, в органе и так далее. В зависимости от того, в каком месте у вас формируется один и тот же эмоциональный блок, один и тот же симптом, что вы с ним делаете, обращаете внимание, либо не обращаете, в зависимости от этого и может быть какое-то начавшееся, сопутствующее заболевание, да. Если у вас есть какая-то психосоматика, симптоматика, обратите, пожалуйста, внимание на то, какая эмоция там живет, то есть подтяните свои ощущения, да, лифтинг, что такое лифтинг, подтяжка, вот, то вы можете просто осознать, да, какие эмоции в этом месте живут и проанализировать, да, про что этот симптом, о чем он говорит, про что сигнализирует, про какие отношения, про какого человека, либо это про самого себя, про саму себя перед собой, да, вот про что, собственно говоря. Все отношения, например, строятся на границе контакта, на границе контакта границы психической, границы социальной, границы личностной, и умение выстраивать эту самую границу корректным образом и по отношению к себе, и по отношению к другим людям. Добрый день, присоединяйтесь, тема сегодняшнего прямого эфира эмоциональный лифтинг, вот, и умение выстраивать контакты на границе, не нарушая собственные границы, не позволяя нарушать собственные границы, и не нарушая границы других, а договариваясь, да, вот, чтобы комфортно было мне и комфортно было тебе. В каких ситуациях мы можем, например, нарушать границы? Ну, когда вы сидите с близким человеком либо с ребенком, ну, рядом, да, либо вы играете в какую-то игру, либо вы, ну, не знаю, где-то там плаваете по воде, и вы балуетесь, да, в какой-то игре вы включены, тогда вы можете пересекать и физические, и психологические границы друг с другом, конечно же, не причиняя боли, не причиняя физического вреда. Вы вовлечены в один процесс, да, когда процесс закончился, ну, например, вы либо смотрите фильм, или, опять же, вы были какая-то игра. Игра закончилась, и вы можете разойтись по разным углам дома или квартиры, вы можете уйти в разные стороны, и каждая остается в своих собственных границах со своими интересами, со своими привычками, со своими желаниями, со своими какими-то хотелками, принципами, и всем-всем-всем, из чего вы состоите как личность, да. То же самое важно понимать, что происходит с вашими детьми, с вашими родителями, с вашими мужьями и так далее, да. И уважая вот этот вот букет, набор личностных особенностей, вы сможете тогда выстраивать вот эти самые отношения на границе контакта. Если что-то вас не устраивает, об этом обязательно нужно говорить своему партнеру и детям в том числе. Если мама уставшая, то детям важно говорить, что дети, мама уставшая, маме нужно отдохнуть. И дети должны привыкать к тому, что мама живая, мама это не памятник. Маме может не хватать сил, мама может что-то болеть, и мама имеет права на отдых, даже у нее, если ничего не болит, она просто хочет отдохнуть. Вот мама чувствует усталость, да, она хочет отдохнуть, и дети должны считаться. Это тоже про границы, да. Потому что, ну, есть такая теория гуманистического воспитания, когда вседозволенность, до определенного момента, возможно, это имеет право и быть. Но, как правило, эффективное воспитание получается тогда, когда мы выставляем детям некоторые границы. Потому что взрослый, родитель, мама, папа, это не человек, который призван исполнять все прихоти ребенка. Это человек, который призван научить этого ребенка адаптироваться в мире, передать ему свой взрослый опыт, и сказать, что, когда ты, ну, вырастешь, да, станешь твердо на ножке, будешь про себя понимать, то ты можешь принимать собственные решения. И я думаю, что, ну, вот, с трех-пятилетнего возраста ребенку нужно потихонечку давать возможность и поддерживать его в принятии своих собственных решений. Если вы вспомните маленьких деток, да, таких, ну, трехлеток, то они очень самостоятельные, и они совершенно спокойно берут на себя ответственность за принятие каких-то решений. Нам кажется что-то неважное, смешно, а для ребенка, которому всего лишь три года, он накапливает свой собственный опыт, те ситуации, которые нам кажутся смешными, кажутся очень важными, да, и он это делает абсолютно осознанно и по-взрослому, потому что некоторые 50-60-летние клиенты, 45-летние тоже могут быть, они приходят абсолютно безответственными за свою собственную жизнь. Вчера у нас с коллегами была интервизионная группа вешталь-терапевта, где мы поддерживаем друг друга, где мы делимся опытом, да, эмоциональную поддержку в том числе даем. Мы как раз обсуждали тему клиентов, которые тяжело больны, да, разными формами заболеваний и диагнозов, и мы говорили о том, что такие люди, как правило, не берут на себя ответственность за свою жизнь и за свое состояние. Они хотят, в силу привычки, да, они хотят брать энергию извне, откуда-то от других людей, из мира, и поэтому они доминируют. Для того, чтобы больше взять, для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, им нужно много сил и много энергии, да, а поскольку они не умеют сами ее генерировать, потому что про радость не очень умеют жить, собственно говоря, и заболевания-то начинаются, потому что про радость там не очень и про ресурс не очень. А для того, чтобы жить и удерживать себя в живом состоянии, нужны силы и энергии. Так вот, они черпают эту энергию от других, доминируя тем самым над другими, и на вот этой самой границе контакта получается нарушение границ других людей. Когда люди пытаются поставить их на место, дают им какую-то обратную связь, то, как правило, в ответ идет обида, и когда эта обида формируется большое количество раз, это то, с чего мы начали сегодняшнюю нашу с вами встречу, то таким образом в этом месте у такого человека может сформироваться через какое-то количество времени, там лет, десятков лет, по-разному бывает. Вот та самая симптоматика, вот тот самый эмоциональный блок, обида очень часто превращается в теле в опухолевое образование. У женщин, если много обиды на мужчин, то это может быть миомы, фибромиомы, всякое такое, да, перерождение вот этой самой обиды на мужчину в какую-то опухоль. Это очень частая картина, особенно женщины в возрасте, да, когда накопилось за всю жизнь, плюс гормональные процессы меняются, и выстреливает какой-то такой опухоль. Если мы идем в работу туда, то здесь главная задача, конечно же, простить, отпустить и перезагрузиться, да, вот работать очень про очистку, про ресурс на всех уровнях, на физиологическом, на психологическом, на психотерапевтическом, на духовном. Такие клиенты, без, да, это даже уже не клиенты, а пациенты, без ресурса, если люди не научатся делать ресурс, генерировать ресурс через свое тело, не научатся отдавать, да, это контакт, вот как раз на границе контакта, про умение брать-давать. Люди больные вот такими тяжелыми заболеваниями, они умеют брать-брать-брать, и они требуют к себе все время. Про давать у них не очень, да, поэтому вот такое нарушение в гармонии отношений с миром, вот с той самой границей контакта, оно может вполне привести вот к таким тяжелым последствиям и заболеваниям. Окей, девчонки, кто присоединился, тема сегодняшнего эфира – эмоциональный лифтинг. Всех приветствую. И напишите, пожалуйста, про какие эмоции вы сегодня живете, да, про что сегодняшний ваш психоэмоциональный фон, чем вы насыщены. Мне будет очень важно и интересно понимать про вас. И еще раз повторю, что сегодня в 17 часов по Польше, это в 18 по Украине. У меня с коллегой есть в моей дневленте, в истории есть про это объявление. У Антонины Чернецкого, психолога, я буду в гостях, и мы сегодня будем разговаривать про психосоматику, про депрессию, про проживание сегодняшней ситуации, как это может отозваться на нашей жизни и так далее. Я вас приглашаю, если будет у вас время, пожалуйста, приходите. Если не сможете прийти в это время, то сможете потом просто посмотреть это видеозаписи. Если я смогу, я его повешу у себя. Если у меня не получится, то вы сможете его в течение суток посмотреть у Антонины Чернецкая. Поэтому, пожалуйста, напишите, про что вы живете. Возможно, есть у вас какие-то вопросы ко мне на этот момент времени. Я с удовольствием отвечу на те вопросы, про которые вы сейчас живете. Тема сегодняшнего эфира – эмоциональный лифтинг. То есть, какие эмоции мы притягиваем своими состояниями в свою жизнь, что нам с ними нужно делать, как полезно, как не полезно строить отношения, является ли семья ресурсом. Это тема нашего сегодняшнего эфира, и мы про это немножечко уже поговорили. Мне не очень хочется вас перегружать, потому что сегодня очень много информации в интернете. Я потому мало выхожу, что очень не люблю становиться в линейку, то есть в ряд со всеми остальными специалистами. Не потому что я великая, но потому что зачем вам про одно и тоже по тысяче раз слушать. У меня было сегодня вдохновение. Я вышла на некоторое время. Я рада вас всех приветствовать. Ну что, девчонки, если у вас нет ко мне вопросов, то я желаю вам, конечно же, актуально на сегодня и навсегда, в принципе, здоровья вам, вашим близким, вашим семьям. И жду вас сегодня в 5 часов на эфире на ваккаунте Антонина Чернецкая. Можете в истории посмотреть и зайти прямо по ссылочке. И мы будем разговаривать про психосоматику, про депрессию, про все, что с этим связано в контексте, конечно же, сегодняшних таких событий. Юля, а ты? Я на эмоции, переживания за детей начинаю переедать и потом ругаю себя за это. Сейчас тема переедания, она вообще очень актуальна, потому что у нас двигаемся-то мы по замкнутому пространству, и тема холодильника, она просто вдоль и поперек написана во всех социальных сетях. Безусловно, это невроз, да, вот задайте себе вопрос, вы сказали переживаю, да, переживаю, пережевываю. Это вот тема пищевого поведения. Что пережевываете, что зажевываете, какие мысли, какие эмоции, да, вот про детей. Сконцентрируйтесь в дне сегодняшнем, да. Что сегодня происходит с вашими детками плохого? Вот если реально ничего плохого не происходит, они сыты, они в тепле, они вашим вниманием окутаны, то есть вы как родители делаете все, что необходимо, то в день сегодняшний, то есть вашим деткам ничего не угрожает. И в будущее уходить сейчас нет возможности, потому что у нас с вами нет вот реально линейки временной, насколько мы можем построить свои планы. Потому что мы сегодня поставлены в такие условия, что вот то самое, что жить в моменте, да, вот в дне сегодняшнем нам про нашу жизнь понятно. И про детей понятно. Поэтому мы концентрируемся на том, что мы можем сделать сегодня и максимум завтра для своих детей, для своих семьи. И если у вас в этой зоне все в порядке, то загонять себя в какие-то фантазии, да, и я здесь, ну, для меня здесь фонит про тревогу, да, про такую эмоцию, про состояние тревожное. А тревога, она всегда про будущее. Когда мы пытаемся, спланировая что-то там впереди, не очень понимая про эти процессы, тогда вот начинается то, о чем вы пишете, переживания. То есть вы себя сжевываете, как бы, да, чтобы не съедать себя, вам нужно затолкать в себя какую-то пищу. Вот если уходить в физиологические процессы, тогда чувствуете, что хочется есть, то попейте воды, там, сока, чего-то такого. Просто для того, чтобы ваш организм, ну, вот, не требовал еды. А сами себе задайте вопрос, для чего я сейчас тревожусь, про что я сейчас боюсь. Вот в день сегодняшний все ли в порядке? И то, что вы можете подкорректировать в день сегодняшний, то и корректируйте, да, вот какие-то планы на день завтрашний. Потому что, что будет послезавтра, мы не знаем, какие будут процессы, какой будет карантин, что нам будет можно, что нельзя. Я думаю, везде начнёт, ну, вот, попускать и отпускать. Я сегодня звонила своему фразеру, парикмахеру, должна была 16-го идти, но до конца недели они отдыхают, а с понедельника уже начинают открываться салоны. Вот поэтому как-то, я думаю, потихонечку начнёт уже эта ситуация, приходить в какое-то рабочее состояние, потому что, ну, дальше нет смысла всё это держать. Возможно, в Украине просто позже началось, у нас в Польше это всё раньше началось. Вот мы как-то про это живём, читая. Да, тревога, у них задержка речи. Юль, напишите мне речку, если хотите обсудить, да, то есть сколько деткам лет, мне надо понимать, задержка речи с развития, либо что там происходит, тревожная ли у вас семья, либо какая, да. То есть детки, как правило, детская психосоматика, она базируется на отношениях в родительской семье. А, нужно смотреть с того, как мама ходила в беременность, ещё до беременности, в принципе, начиная психологическое интервью, когда улыблённая, мы смотрим процесс до беременности, потом смотрим, как мама ходила, потом исследуем уже биографию детскую, да, на основании этого мы можем делать какие-то заключения, выстраивать терапевтический план, что с этим делать. Пожалуйста. Девчонки, всем хорошего дня. Спасибо большое, что пришли на эфир. И ещё раз повторю, в 17 часов по Польше, 18 это получается по Украине и по России, приглашаю вас на прямой эфир, посмотрите у меня в истории, ссылочка на мою коллегу, я буду сегодня в гостях. Желаю вам здоровья и психологического комфорта. Всем пока.